Самолёт Solar Impulse 2, питающийся исключительно энергией Солнца, благополучно приземлился в испанском городе Севилья. Он завершил один из сложнейших этапов своего кругосветного путешествия. Санцелёт покорил воздушное пространство над Атлантическим океаном. Solar Impulse 2 вылетел из Нью-Йорка в понедельник. Путь до Севильи занял примерно 71 час. За приземлением наблюдал князь Альбер II из Центра управления полётами в Монако. Он покровительствует проекту швейцарских энтузиастов. В этот раз солнцелётом управлял пилот Бертран Пекар. «Я очень надеюсь, что этот рейс из Нью-Йорка в Севилью станет весьма значимым, и что вы также будете послами этого нового мира, нового состояния разума, нового видения будущего, потому что оно будет экологичным. И это начинается сейчас». Solar Impulse – это первый в мире пилотируемый самолёт, работающий только на солнечных батареях. Днём он набирает высоту и накапливает энергию в аккумуляторах. За счёт этого санцелёт может продолжать путешествие ночью. Solar Impulse 2 – это уже усовершенствованный аппарат, способный совершать трансконтинентальные трансокеанские перелёты. В его монокрыло встроено более 17 тысяч солнечных батарей. Совокупная мощность электродвигателей – 70 лошадиных сил. Весит самолёт 2300 килограммов и может подниматься на высоту до 8500 метров. Кругосветное путешествие Solar Impulse 2 началось 9 марта 2015 года в Абу-Даби. Маршрут делился на 12 этапов. Самые сложные перелёты из Китая на Гавайи и из Нью-Йорка в Севилью. Швейцарские пилоты Бертран Пекар и Андре Боржберг поставили цель продемонстрировать мировым авиакомпаниям реальность использования экологически чистых технологий в воздушном пространстве.